Как сохранить самообладание и научиться правильно действовать в экстремальной ситуации? В очередной раз школьники и студенты Ирбита и других муниципалитетов Восточного управленческого округа прошли не самые простые испытания в рамках 8-й окружной военно-патриотической игры «Школа безопасности». Военно-спортивная игра подразумевает под собой прохождение испытаний, которые позволяют проверить практические навыки поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера. К ним относится физическая подготовка, умение быстро экипироваться в защитный костюм, а также знания доврачебной медицинской помощи. Сегодня в честь Дня спасателя посвящено наша игра. У них проходит поисково-спасательные работы, несколько частей. Они пишут топографический диктант, сдают нормативы по надеванию ОЗК и оказанию первой помощи. Обширный спортивный блок – это и биатлон, скалолазание на искусственном рельефе, сдача норм ГТО. Школа безопасности в этом году собрала представителей с 19 территорий Восточного управленческого округа. Это на 7 команд больше, чем в прошлом году. Также, по словам организаторов, за все существование игры такое число участников стало рекордным. Сегодня на нашей базе у нас 13 школ нашего округа. То есть это городские школы, с района у нас пара школ есть, дальние территории, Ставды, Артемовский, Режь. И 6 колледжей. Камышлов, техникум промышленности и транспорта, наши большие друзья, постоянные участники. Также Талицкий лесотехнический колледж, мототехникум наш, любитский, политехникум участвуют. И гости наши из аграрного, ну и наша команда. Как новшество, в этом году к перечню этапов добавились еще два – тактическая медицина и скалодром. Второй, кстати, очень обрадовал участников, ведь профессионально подготовленная и сертифицированная скалолазная стена в гуманитарном колледже считается единственной во всем Восточном управленческом округе. Мне понравился скалодром, я пробовал впервые. За всю свою опыт, который я наработал, еще ни разу не пробовал и как-то необычно даже сказал бы. Ну, скалодром – это интересно. Я на нем не впервые. И это какие-то новые эмоции. Всем советую попробовать. Это интересно, это весело. По результатам восьмой военно-спортивной игры «Школа безопасности» первое место среди школ между собой разделили команды Верхнесинечихинской школы номер 3 и Пионерской. Команда «Рубеж» из Зайковской школы номер 1 стали серебряными призерами, а «Бронзу» забрала себе девятая рота из девятой ирбитской школы. А победителями среди колледжей и техникумов стал Камышловский техникум промышленности и транспорта.